МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты. И я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Ключ поверни и полетели. В Самарской области сразу несколько водителей заложили крутые виражи. Крупнейший в Поволжье госпиталь клиника «Мать и дитя» откроется в начале 2018 года. Большая чистка до конца года Самару должны освободить от незаконной рекламы. Самарские водители набирают высоту. Сегодня утром автомобилисты стали свидетелями необычного ДТП на трассе Сызрани-Ульянск. Водитель пятнашки не справился с управлением и заехал на дорожный отбояний, который располагается на высоте почти метр над проезжей частью. В соцсетях некоторые пользователи окрестили этот пируэт репетицией езды монорельсового транспорта. Пока пострадавшим в ДТП не сообщается. Другой автомобилист и вовсе почти въехал в ресторан. Двигался по Лужскому проспекту в сторону Вилоновской, не справился с управлением и заехал на крыльцо кафе. Водитель лихач с диагнозом сотрясения головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы мягкие ткани головы, доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Полностью решить проблему незаконной рекламы в Самаре планируют до конца года. Сейчас в городе выявлено 250 нелегальных рекламных конструкций. В основном они находятся на частных землях. На муниципальной осталось 16 щитов. Их уберут в ближайшее время. За неделю с улиц города вывезли более 100 баннеров. В планах демонтировать еще 47. Щиты, которые убрали ранее, продолжают утилизировать. Кстати, на еженедельном совещании в мэрии глава города Олег Фурсов поручил особое внимание обратить на незаконные киоски. Особенно острая проблема стоит в Кубчевском районе Самары. Сносят киоск, там через два дня на этом месте возникает новый. Там надо принимать меры, понимаете. Мы же не для того вот пикируемся, да. Мы работаем для того, чтобы эти киоски не появлялись. Контроль продолжается по линии департамента, поэтому с Андреяновым работайте поплотнее. Он информацией владеет. Клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре уже практически построен. Предполагается, что в начале 2018 года он примет первых пациентов. Но уже сегодня новостройка впечатляет масштабами. При строительстве применяются только самые передовые технологии, а скоро в госпиталь завезут современное оборудование. Олег Зверев в выходные побывал на стройплощадке. Даже по внешнему виду уже можно судить, что строится нечто грандиозное. Клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре станет одним из крупнейших в России. Общая площадь здания – 16 тысяч квадратных метров. Все практически построено. Сейчас идет отделка и оснащение. Уже в начале 2018 года клиника откроется для пациентов. Самарский госпиталь рассчитан на 1500 родов в год, проведение 600 циклов ЭКО и 150 тысяч амбулаторных посещений. По масштабам он выходит за рамки регионального значения и будет обслуживать как минимум весь Приволжский федеральный округ. Сегодня здесь слышен строительный шум, а уже менее чем через полгода в этом здании будут появляться на свет новорожденные граждане России. В госпитале установят самые современные оборудования, и по оснащенности он будет одним из лучших в стране. Качество работ оценил глава региона Дмитрий Азаров. Проект реализуется при поддержке областных властей. Для области принципиально важно, что в Самаре будет такой центр. Объем работы уже проделан очень большой, и я рад тому, что опыт уже открытия центров других регионов, он здесь в полной мере использован. Более того, здесь уникальный проект, это очень серьезные инвестиции, 3,5 миллиарда рублей. Для нашего региона такие проекты крайне важны, мы должны их сопровождать буквально в ручном режиме, помимо того, чтобы выстроить систему, конечно, привлечения инвестиций. Клинический госпиталь репродуктивных технологий станет продолжением Самарского медицинского кластера. Специалисты, прошедшие подготовку в медицинском вузе, ценятся в разных городах и странах. Со временем они станут основой кадрового состава госпиталя, который будет работать совместно с университетом. У нас сейчас в Москве работают выпускники Самарского университета, который проходит у нас ординатуру, и мы готовим в дальнейшем для перевода сюда. Также я хотел бы представить здесь присутствия Сергея Игоревича Арбаджан, который заведующий отделением из госпитала Лапина, который переезжает в февральные месяцы и будет здесь главным врачом. Очень много врачей придет из Москвы, из московского региона. Но вместе с тем, конечно, мы очень хотели бы, мы просили Геннадия Петровича, чтобы мы стали университетской клиникой, клинической базой университета Самарского. А это значит, что госпиталь будет заниматься не только лечением, но и научной работой, создавая свои медицинские технологии. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. На этой неделе в Самаре на участке улицы Новосадовой от Полевой до Первомайской вновь откроют движение. Там положили новый асфальт, установили дорожные знаки и светофоры. Движение запустят после отмашки ГИБДД. Напомним, этот участок Новосадовой был закрыт на протяжении 10 лет из-за строительства соединительного тоннеля до будущей станции метро «Самарская». Предполагается, что по Новосадовой запустят сквозное движение по трем полосам в сторону города и по двум в противоположном направлении. Пять цистерн с дизельным топливом сошли с железнодорожных путей в Самарской области. Инцидент произошел возле железнодорожной станции «Водинская» в Красноярском районе. На место происшествия выезжали пожарные, спасатели и ремонтники железнодорожных путей. Повреждение контактных линий и возгорание топлива не произошло. На движение поездов ситуация также не повлияла. Жертв нет. Михаил Шувалов избран директором Академии строительства и архитектуры при Самарском государственном техническом университете. За кандидатуру проголосовал ученый совет САМГТУ. Ранее Шувалов занимал пост декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства. Лето прощай! В Самарской области на зимнюю навигацию закрылись летние остановочные пункты Шелихметь, Винновка, Нижний пляж. Следующими 7 ноября закроются станции Ширяева и Поляна Фрунзе. Речные пассажирские перевозки на линии Самара-Рождествена будут работать вплоть до ледостава. После будет дан старт зимней навигации и начнут ходить сюда на воздушных подушках. День народного единства станет последней возможностью дополнительно отдохнуть в этом году. Выходные продлятся три дня, включая понедельник 6 ноября. Торжества пройдут на отремонтированной площади Куйбышева. Жители и гости города смогут пройти виртуальную экскурсию по Самаро-арене, увидеть 3D-макеты объектов, символов Самары. А в финале выступит популярная группа Quest Pistols Show. Вакуум знаний отправился в Саратов. Самарские школьники уже в третий раз поехали в познавательное путешествие по железной дороге. Проект начался год назад и уже более 6 тысяч школьников из Самарской, Пензенской, Ульяновской и других областей познакомились с другими городами. На железнодорожном вокзале путешественников провожала и Олеся Корецкая. Развлекая паучай, перед путешествием школьников настраивают на нужный лад. Хотя они и так уже в предвкушении. В вагоне знаний едут третий раз. Уже познакомились с Пензой и Уфой. В этих городах посетили самые знаковые места, участвовали в экскурсиях и обрели новых друзей из своих же одноклассников. Водушевленные море, конечно, эмоции. Да, это и поездка, они, естественно, все вместе. Это ощущения совершенно другие. Они познают себя с разных сторон. Это не школьное, как бы, вот, мероприятие. В специальном вагоне все готово к поездке. Чтобы 6 часов до места назначения пролетели незаметно, руководители приготовили интерактивную программу с викторинами и загадками. Такая тут творится радостная суета, что хочется бросить все и тоже в деревню, к тетке в глушь Саратов. Правда, это уже позапрошлый век, как у классика. А век 21-й в Саратов отправляются за знаниями. Вы знаете что-нибудь об этом городе? Нет, мы хотим узнать. Вам кто там? Да, мама моя. Маме помашите тогда. Первый вагон знаний железнодорожники отправили почти год назад. За это время 6 тысяч школьников из Самарска и других областей приняли участие в познавательном проекте. География все время расширяется. На более далекие путешествия мы разрабатываем. Кстати, по железной дороге более далеким путешествием является путешествие в Казань. Это тоже у нас не за горами. Там немножко изменится формат проекта. Вагон знаний поезд уходит в ночь. Но это тоже в ближайшей перспективе. А уже в ноябре в Самару прибудет вагон знаний из Саратова. Посетить столицу 63-го региона захотели уже более 500 школьников. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Знать и любить историю. Со школьной скамьи в Самаре подвели итоги конкурса «Полководцы Победы». Он проводился в преддверии парада памяти. Уже наградили лучших из числа юных художников, поэтов и актеров. На этот раз подошла очередь школьных музеев. Методическую поисковую работу оценивали по результатам за три года. С лауреатами пообщалась Алина Чемерес. Мы наблюдаем фашистские танки, фашистское орудие. А вот здесь мы видим элементы деревни и Суастай как раз, и нашу самоходную артиллерийскую установку, которую командовал Санчиро Федор Васильевич. Артиллерийская установка загорелась, и тем не менее они продолжили бой, и все погибли. Подвиг своего выпускника Федора Санчирова в 13-й школе помнит. В 44-м году он вступил в неравный бой с фашистами. Звездой Героя Советского Союза награжден посмертно. О судьбе Федора Санчирова рассказывают экспонаты в школьном музее. Панорама сражений, фотографии, военная форма – все это по крупицам своими силами собирают преподаватели и ученики. Сегодня музей стал лауреатом конкурса «Полководцы Победы». Детям это очень интересно, и я сам это вижу. Это очень даже трогает меня, то, что дети очень интересуются этим и живо. То есть им нравится, во-первых, работать и экскурсоводами, и слушать экскурсии. То есть им это очень нравится. И я считаю, что это неоценимый вообще вклад мы вносим своей работой. Сегодня школьные музеи превратились в центры патриотического воспитания молодежи. Здесь проводятся уроки истории, встречи с ветеранами, тематические экскурсии. Всего в Самаре работает больше сотни школьных музеев. 36 из них стали участниками конкурса «Полководцы Победы», который проводится в преддверии парада 7 ноября. Жюрист ставил оценки по итогам работы за три года. Каждый музей предоставил портфолио. «Музей является базой для путешествия ребят, для ознакомления их с историей нашей страны, с жизнью нашей страны. Потому что поисковая группа при каждом музейном активе работает. Музей должен развиваться. Он не должен останавливаться на том количестве экспонатов, которые у них есть, и на той теме, которая у них есть. Музей все время развивается, пополняет свои и обновляет свои экспозиции». Конкурс школьных музеев завершает череду творческих состязаний. В преддверии парада памяти в Самаре также прошли конкурсы сочинений детских рисунков и агитбригад. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Приземлился, несмотря на нелетную погоду. Легендарный штурмовик «Л-2» вернулся на кольцо Кирово-Московское. В космос как предчувствие представители 42 стран собрались в Самаре, чтобы обсудить, как космические технологии приблизить к земным проблемам. Балетный марафон «Звезды Большого» закрыли в Самаре 17-й фестиваль «Алый шелест». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин